Нашёл! Мама, я думала, я это выбросила. Помнится, раньше это было больше. Куда поставить трёх лохлов? Не знаю, поставь куда-нибудь, пока не придумаю, что с ними делать. Или я окончательно ослабел, или весь этот год они только делали, чтобы жрались пиццей. О, глядите, эльф из попкорна, которого сделала тётя Милли. Терпеть не могу эту штуку, у меня от неё мурашки покушают. И пахнет она противно, точь-в-точь, как тётя Милли. Ну, перестань. По крайней мере, сюда она не положила горчицу. Брось марш, этой штуке уже лет 30. Неважно, она в неё вложила столько труда. Кусочка не хватает, смотрите. Да, ты что, не помнишь, как на прошлое Рождество пришли крысы? О-хо-хо, весёлого Рождества. Какая оздоровущая ёлка, говоря уж о том, какая тяжёлая. Вы сделали отличный выбор, Бельведер? Я тут ни при чём, я хотел купить алюминиевую. Так, у нас масса работы. Хезер, мне понадобится твоя помощь здесь. Уэсли, Кевин, на вашу совесть уличная иллюминация. Джордж, это список подарков. Если вам больше ничего не нужно тащить с другого конца света, я пошёл к тебе в комнату. Мистер Бельведер, я подумала, мы можем с вами вместе приготовить праздничное меню. Нет нужды. Я вам уже всё приготовил. И в моё отсутствие можете просто засунуть это в духовку. О, благодарю вас. Что значит ваше отсутствие? Да, вы что, не будете с нами праздновать Рождество? Разумеется, нет, Уэсли. На Рождество у меня всегда выходной. В ноябре соседский пёс Гюнтер перепрыгнул через забор и нашу малютку Чару приласкал по-семейному. Если вы знаете кого-либо, кто хочет завести милого щеночка наполовину Сенбернара, наполовину Чихуахуа, сообщите. Весёлого Рождества, Марч и Гауэр Тробиш. Смотри фотографии щенков. Смотрите, Хеллиганы прислали в открытке 20 долларов. На что это? Это взятка, милая. Чтоб Уэсли больше не появлялся у них во дворе. Прошу, заказанное вами рождественское печенье. Пряничную девочку прошу не есть, она для Уэсли. Ой, мистер Беллигер, такие вкусные. А сам ты, великан, не хочешь одну? Я бы не против, но я знаю, чего они сделаны. Мистер Беллигер, вы уверены, что не хотите провести с нами Рождество? Боюсь, я уже составил свои планы. Да ну? Горячая ночь со Снегурочкой? Видите ли, вы уже как бы член нашей семьи. Видите ли, у каждого из нас есть свои традиции по поводу Рождества. Я традиционно провожу его один. Интересно, что великан делает один и на денёшенек? Не знаю, может быть ему просто нравятся выходные на Рождество? Не знаю, я ведь ему не плачу за них. Я знаю, он одевается с Санта-Клаусом и отвозит игрушки в сиротский приют. Нет. Шалом, семейство. Эй, Уэсли, что на тебе? Это ямок. Я долго думал об этом и решил стать евреем. Уэсли, нельзя просто так взять и стать евреем. Но это же сделал Сэмми Дейвис-младший. Скажи мне, Уэсли, это внезапное обращение. Не имеет ничего общего с восьми днями Ханака и восьми днями подарков, которые к этому присоединяются. А я думал их девять. Вот и все духовные запросы. Мы в магазин. Шалом, Уэс. Здрасте, мистер Бельгалер. Здравствуйте, Кевин. Ух ты, кто-то их прям проникся Рождеством. Неужели кто же? Вы. Или вы же делаете все эти прянички, аккуратно вытираете крошечки своим фамильным полотенцем. Без вас здесь будет совсем не то. Остались бы. Зачем? Чтоб я мог свалить. Короче, там девчонки собрались покататься на лыжах на покорнос. Там есть одна, она мне нравится, и я ей нравлюсь тоже вроде. Но и другой парень ей вроде тоже нравится. Если я не поеду, он поедет, то... Но вы понимаете, нисколько. Понимаете, если я не приду на рождественский ужин, мамино сердце будет разбито. А если вы останетесь, то, может, будет не так заметно. Вы сможете даже ехать на моем стуле. Какой кайф. Твои джинсы я тоже смогу надеть. Послушай, Кевин, я не думаю, что твоя мать сочтет меня подходящей заменой для своего старшего сына. Да, наверное, вы правы. И к тому же, если тебя здесь не будет, кто прокинет пуш на твоего отца? Я думал, мы обо всем поговорили. Я же должен зажигать свечку по поводу каждого подарка, который я получаю. Но дело в том, что Ханек — это праздник по другому поводу. Джои Голдсмит, уже на три свечи впереди меня. Это потому, что Джои принадлежит к этой религии, приятель. Каждая свеча символизирует посвящение Иерусалимского храма. И символизирует твердость веры евреев во дню гнетения. Мне это сказала Сэнди Коффит. Ты просто попрашиваешь подарки. Да, но я подумал, почему бы не попробовать. Послушайте-ка меня, молодой человек, вам больше нужно думать не о том, что получить, а о том, что подарить. Иначе вам нечего будет праздновать. Треснутое. Стекло на ваших часах. Спасибо, что сказал. Как поживает наш маленький Рын? Отвратительно. Папа с мамой думают, что я жадный свиненок. Не слишком кошарно звучит. А вообще, что вы хотите на Рождество? Например, одиночество в своей комнате. Я знаю, я могу купить вам новые часы. У меня уже есть. Тогда починить старые. Они мне нравятся такими. Я здесь в духе настоящего Рождества. Но от вас сотрудничества не дождешься. До свидания, Уэзли. И вам тоже бур-бур-бур-бур-бур. Привет, ма. Не смотри, я заворачиваю подарок от Санта-Клауса для тебя. Ой, не смотрю, не смотрю. Да брось. Ты еще совсем недавно верил Санта-Клаусу? Мама. До сих пор помню, как ты поставил семяк Джерри Крюгеру, когда он сказал, что Санта-Клаус не настоящий. Нет, мама. Это было, когда он сказал, что Супермен зарабатывает больше, чем мой папа. Мама, можно тебе задать вопрос? Довольно важный. Милый, ты можешь подарить мне все, что хочешь. Чего? Знаешь, самый лучший подарок для любой матери, это когда ее семья за рождественским столом вся в сборе. Да, ну а если один из членов этой семьи хочет вместо этого покататься на лыжах? Просто группа товарищей оплатила там небольшую турбазу в горах, и я типа хочу съездить. Ясно. Ну что ж, тебе 19, ты можешь решать за себя. Если ты предпочитаешь провести Рождество с друзьями, они с собственными и родными, я не имею ничего против. Правда? Ты хочешь сорвать операцию? Если нас поймают, не видать мне телефона на Рождество. Тебе его и так не видать, я уже подглядел. Смотри. Ничего, часики, да? Да, но это было бы еще лучше, если бы их починить. Смотри, тут внутри надпись. Дорогому Лену, декабрь 1945 года. С любовью, Памела. Ух ты, у мистера Бельгадера, наверное, была девушка? Да. Теперь я знаю, почему он не любит Рождество. А его брат Реджинальда призвали в армию. Я должна заботиться о его детях. Сегодня уезжаю в Шеффилд. Пусть этот рождественский подарок напоминает тебя о нас и оберегает от всех несчастья. С любовью, Памела. Поскрепил, ты закончил трубочки с орехами? Ты чего разревелась? Это так трагично и прекрасно. Уэс, это Памела была самой большой любовью в жизни мистера Бельгадера. Я думал, это фраза из мультфильма про Ориона. Наверное, все произошло во время этой черно-белой войны, которую показывают по учебному каналу. Мистер Бельгадер был лихим кавалерийским офицером, а она юной и прекрасной дочерью герцога графства или еще чего-нибудь. И они бы поженились. Но разразилась война, и мистер Бельгадер ушел становиться героем. А когда он вернулся, то не нашел ее. А она думала, что он погиб. И стала монашкой. И теперь не могла думать о земной любви. И поэтому мистер Бельгадер не любит Рождество. Разумно. Уэс, слазь с телефона, мне нужно позвонить Анжеле. Не могу, я разговариваю с Шеффилдом. Типа, который в Англии? Да. Пытаюсь найти подружку мистера Бельгадера. Ты сошел с ума. Вся эта чушь приключилась больше сорока лет назад. Ну? Ну, и ты не можешь просто снять трубку и ждать, что она там будет. Ты что, маленький? Алло, это мисс Пэмела Кент? Да ну. Вы не помните парня по имени Лен Бельгадер? Помните? Послушайте, вы в Питтсбурге были? Как успехи? Невероятно. Продавец сказал мне, что это может собрать даже обезьяна. Может быть, пора к ней обратиться? Как бы то ни было, я думал, что у Уэсли уже есть велосипед. Это не для него, это для Марши. Хочет позаниматься физкультурой, пока ее попка не заплыла жиром. Да, такое случается даже с лучшими из нас. Спокойной ночи. Эй, эээ, Бельгадер, да? Вы что-нибудь сказали Уэсу? Насчет Рождества. То он пытался выдать из меня все, что он хочет, и вдруг заявляет, что ему ничего не нужно. И что главное то, что он собирается подарить кому-то другому. Я ничего не делал. Может быть, у мальчика просто внезапная вспышка человечности. Вы знаете, что мы сейчас можем загадывать желание? Даже не думайте об этом. Мама, она опять подглядывает под елку. Я просто ищу свой телефон. Да ладно, успокойся, я шучу. С Рождеством. А почему ты даришь это сейчас? Ну, сегодня канун Рождества, подарков много. Я хочу видеть твое лицо, когда ты раскроешь. А почему ты не можешь посмотреть на него завтра? Потому что меня здесь завтра не будет. Чего? Я пойду на лыжах. Чего? Привет, ребята. Привет. Мама, ты разрешила Кевину ходить на лыжах в Рождество? Нет. Я сказала, что он может решать сам. Но почему он может смыться, и я не могу поехать с Анджелес, встречать Рождество на Багамах? Потому что так делают только сумасшедшие миллионеры. Да, но это несправедливо. Милая, ты должна понять. Твой брат не хотел быть бесчувственным чурбаном, но он мужчина. И иногда у мужчин бывает неодолимая потребность быть безмозглыми, бессердечными эгоистами. Наверное, это тот же генетический дефект, который заставляет их играть в гольф. У магазина столпотворение. У меня час ушел только, чтобы припарковаться. Отлично. Если Рождество для вас такая обуза, может, просто плюнем на него? В чем дело? Мама решила поразоряться, потому что Крис собирается провести Рождество на покор нос. Что? По крайней мере, не еду на Рождество на Багамы. Так, это я сейчас улажу. Вы оба под домашним арестом. Оба. Отлично, я заберу свой телефон. Мужик, Кевин, отдай телефон. Прекратите вы оба. Если такое Рождество здесь вы собираетесь устроить, может, и вправду плюнем? Ты собираешься ходить на лыжах? Иди ходи. Ты собираешься на Багамы? Начинай плавать. Мне завтра на работу, черт возьми. Что я здесь околачиваюсь? Здорово. Что это? Рождественские гирлянды. Я их все снял. Уже? Я так понял, что Рождества не будет? Подождем до августа. Так, я отправляюсь в кино. И поскольку сегодня мы уже не свидимся, желаю вам веселого Рождества. Тихая ночь, священная ночь, что ли? Все в порядке, великан. До скорого. Эй, вы куда? Я ухожу, Весли. Желаю весело провести Рождество. Что? Но вы еще не можете уйти? Не беспокойся, Весли, твой подарок под елкой. Он тикает, и на нем надпись «Открой меня первым». Ты не нужен мне мой подарок? Я хочу вам подарить ваш. А его пока нет. Он импортированный. Не беспокойся, я уверен, это может подождать. Да не будет она ждать. Она? А что ты говоришь, Весли? Памела Кент, ваша истинная любовь. Что? Я просто хотел подарить вам что-нибудь особое, и пробрался к вам в комнату, чтобы починить часы, и так и узнал про Панелу и почему вы не любите Рождество. О, Весли. И сразу же сделал выводы, не теряя ни минуту. Хезер помогла. Мистер Бельведер, а кто такая Памела Кент? Мы были друзьями во время войны. То есть вы не были влюблены в нее? Мы испытывали друг другу горячие чувства, но время было необычайным. В любом случае, ничего не удалось бы. Почему? Ну, во-первых, она 20 лет старше меня. Чего? Не открывайте. Ну нет. Здрасте. Я могу вам чем-то помочь? Лен. Итак, давно не виделись. Да, давненько. Вы... Вы прекрасно выглядите. Благодарю. Я трижды в неделю играю в карты. Да. Чудесные средства для поддержания формы. Мальчик сказал мне, что вы представите меня Ларри Хэггману. Пошел. Все, все. А потом, в 64-м году, Джеффри ушел от меня к этой продавщице с Карнаби-стрит. Свинья. Но я вернулась в Шеффилд, занялась своим садом, и с тех пор я там. Ясно. Но я не жалуюсь. Зимой мне сердце греют внуки, а каждую весну я отправляюсь на каникулы в Испанию. Разумеется, главным образом из-за Сангрии. А я часто провожу свои каникулы на празднике Хэрши. Но это главным образом из-за поцелуев. Что-то не так? Нет. Просто вы так посмотрели на меня и улыбнулись. Это напомнило мне тот день, когда началась бомбежка и стали эвакуировать Гайт-парк-отель. Вы прижали меня к своему плечу, и по пожарному ходу мы попали к вам, где были сбитые сливки и сласть. Если мне не изменяет память, это был очень интересный день. Может мне пойти туда и посмотреть, все ли в порядке? Не знаю. Они там почти час. Знаете ли, Лэн, я не смеялась так с тех пор, как вы уселись на эту немецкую зажигательную бомбу. Вы показали голый зад мистер Шмидту? Другого оружия у нас не было. Так вы поладили? Да, Уэсли. Просто пришлось потратить некоторое время на то, чтобы возобновить знакомство. Да, и ты такой молодец, что снова свел нас вместе. Знаете, ваш сын очень предусмотрительный и щедрый молодой человек. Да, мы знаем. Мне особенно понравилось лететь первым классом. Ну и теперь, когда вы снова встретились, мистер Бельведер, вы перестали ненавидеть Рождество? Уэсли, я всегда любил Рождество. Но я думал... Нет, просто мысли о Памеле, о друзьях, которых я потерял во время войны, делали Рождество всегда немного печальным для меня. Кроме нынешнего. Синная лихорадка от ёлки. А может, снегом надуло. И у меня то же самое. Я думаю, у нас у всех то же самое. А сейчас, люди добрые, если вы нас извините, Лен пообещал мне лучший обед в лучшем из отелей Питтсбурга. Может быть, нам даже удастся воскресить некоторые важнейшие моменты бомбёжек. О-о, воздушная тревога. Всем спокойной ночи и весёлого Рождества. Весёлого Рождества, мисс Кен. Послушайте, я в последнее время вёл себя не очень по-рождественски, конечно. Но вам всем, от всего своего сердца, я хотел бы пожелать самого весёлого Рождества. Весёлого Рождества, Бельведер. Успокойся, Памела. Кен, если ты хочешь съездить, покататься на лыжах, собирайся. Не хочу. Потусуюсь-ка я лучше здесь. Да, я тоже. Да, я тоже. Всё равно мне не нравится купаться в темноте. Но если уж наконец началось Рождество, давайте откроем подарочки. Да, да. Ух ты, большая коробка моя. С Рождеством, Маршал. Я сам собрал его. Милая, это лучшее, что ты сделал в жизни. Спасибо. Памела благополучно добралась домой в Шеффилд. При расставании мы пообещали друг другу встретиться снова, ещё через 40 лет. Семья была в восторге от подарков. В настоящий момент все члены находятся в магазине, пытаясь незаметно друг для друга обменять их. Кстати, о рождественском настроении. Всего несколько дней отделяет Уэсли от шестимесячного домашнего ареста. Его друзья по-прежнему пытаются собрать сумму, необходимую, чтобы покрыть дорожные расходы Памеллы. Он, разумеется, не знает, что всю сумму я уже возместил его отцу. Но зачем мне ему об этом говорить? То есть я, конечно, люблю его. Но это же не значит, что я должен отказывать себе в развлечениях. Медленно.